История практически детективная. А может это такой способ обналичить левак? Что случилось? Я думаю, что мы не все знаем. И Святой Николай просто прекратил дарить ему подарки. Такая ситуация, честно говоря, еще раз напоминает. Лучше в казенные места не попадать. Привет, это я, Андрей Богданович. Это Моя Погляд. И каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет, комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И на этой неделе Райкович может баллотироваться в мэра Кропининского прямо сейчас. Уйдет ли Цапюк из мэров Александрии в Монахи? Фермер Поворознюк сдал взяточников. Кировоградщина одна из лидеров по заболеваниям коронавирусом медиков. Христос воскрес. Для христиан так называемого восточного обряда в Украине наступила Пасха. Она в этом году уникальная, потому что карантин. Удивили, конечно, например, священники Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, которые до последнего, например, в Киеве, созывали пасту, так сказать, на богослужение, несмотря на коронавирус. Допризывались, пока сами не заболели. И что самое грустное, с летальными случаями. И легкомысленное отношение и к коронавирусу, и к карантину не только в Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Что говорить, если даже на ток-шоу «Просто-непросто» на телеканале Виттер, как раз на тему Пасхи и коронавируса, священники рассказывают, что причащаться во время карантина – как бы норм. Да и вино – это, оказывается, дезинфектор, который используют медики. Уже самое вино, как субстанция, дезинфекующим засобом. Навіть в медицине это известно, что вы используете этих дезинфектор. За всю свою жизнь я ни разу не видел, чтобы мне рану как-то там заливали вином. Спирт – да. Спирт? Спирт. Чем еще дезинфицировали? Ну, перекись водорода, я помню, зеленка, йод. Но чтобы мне поливали рану бажале или розовым анжуйским 2016 года? Нет. Даже когора я ни в одной больнице не встречал. Но знаете, если в вино добавить спирт до такой степени, что оно станет дезинфектором, то это все, конечно же, вполне возможно. Может быть, у греко-католиков, которые об этом рассказали на ток-шоу, именно и такое вино? Тогда да, это, конечно, дезинфектор. Но я не уверен, что это поможет при коронавирусе. Перед Пасхой горожанам обратились мэры городов Кропивницкий, Александрия, Райкович и Цапюк. Андрей Райкович сделал совместное обращение вместе с представителями Православной Церкви Украины, Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и Украинской Греко-католической Церковью. Так сказать, уважил всех. Господь почуя вас скрізь, где бы вы не были. Цей Великдень для нас особливый. Проводим мы его не так, как всегда. Мы не должны подать в вечер. Святкуймо цего года, цей Великдень, цю Пасху Христову в такой незвычайный способ, в своих домовках. И Андрея Райковича появился прекрасный повод перед Пасхой и после нее подумать о предстоящих выборах. Причем подумать с хорошим настроением. Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос по поводу отношения местных жителей к своему мэру. И Кропивницкий оказался, так сказать, в центре результатов. Оказалось, что полностью поддерживают Андрея Райковича четверть горожан. Они готовы за него голосовать и на следующих выборах. И это очень, кстати, приличный стартовый капитал для Андрея Райковича. Категорически против Андрея Павловича 8% жителей. Ответ практически половины опрошенных. Андрей Райкович должен и дальше быть мэром города, а потом его заменят. Есть там и вопрос, который звучит так. Одобряете ли вы деятельность мэра города? В Кропивницком одобряет действие Райковича 55% опрошенных. Кроме того, выросла поддержка горожанами нынешнего мэра. И еще, кстати, 54% кропивничан считают, что город развивается в правильном направлении. Так что, думаю, если бы выборы были прямо сейчас, Райкович бы легко стал снова мэром Кропивницкого. Кандидат за всех! А вот среди партий тройка лидеров такая. Слуга народа на первом месте, Батькивщина дальше и европейская солидарность. У Цепюка, Александрийского городского головы, тоже в виде обращения. И у меня возникло ощущение, что мэр Александрии уже и церковь начинает подминать под себя. Мы каждый год с нетерпением ждем этого праздника. Ведь с Пасхой приходит к нам надежда на лучшее будущее. Ну серьезно, в Александрии что, закончились священники? Почему один мэр выступает? Почему вдруг светская мирская власть под такой вот колокольный звон начинает поздравлять с религиозным праздником? Степан Цепюк уже наместник Бога на земле? Честно, вот такое впечатление. И, заметьте, Цепюк не смотрит во время обращения в камеру. Почему не смотрит, так сказать, в глаза зрителям? Это не искреннее обращение? Или кто-то заставляет его не смотреть в камеру? Или он просто читает с бумажки, потому что не сумел и не успел выучить текст? Ладно, и так сойдет! Очень странное обращение. И да, на сайте Александрийского горсовета я увидел призыв не идти в церковь на Пасху, а смотреть онлайн по ссылке, причем только на YouTube-канал Александрийской епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Я зашел на ссылку, но там никакой трансляции нет. И, кстати, почему именно Московского Патриархата? Потому что Цепюк в оппозиционной платформе за жизнь? Ну, за братство! Вместе с Медведчиком и Новинским, а те, понятное дело, поддерживают Московский Патриархат. Почему нет других церквей? Православной Церкви Украины, греко-католиков? Цепюк, прежде всего, пока еще мэр Александрии, должен уважительно относиться ко всем религиям, которые есть в Александрии хотя бы. Почему он отдает предпочтение только одной? Что это за такая, знаете, религиозная коррупция? Или, может быть, Степан Кириллович готовится уйти, так сказать, из светской мирской жизни и стать монахом? Тогда это многое объясняет. Например, колокольный звон перед началом речи Александрийского мэра. Но уходить из мэров, тем более Александрии, в монастырь как-то стрёмно, потому что начальник там еще тот, он все видит. Кстати, Цепюк зачастил с обращениями, то он молчал постоянно, а теперь как прорвало. Это натолкнуло Александрийцев, например, блогера Виктора Голобородько, на мысль, что Цепюк уже начал избирательную кампанию. Но вот куда он еще не определился? И вот тут вопрос. Если мэр Александрий собрался на выборы, то ему, конечно же, нужно показать результаты своей работы. А что показать мэру Александрии за 20 лет этой самой работы? Может быть, успехи футбольного клуба Александрия? Нет, он не имеет к ним отношения. Может быть, Александрийский театр? Нет, он тоже тут ни при чем. Может быть, тогда городскую инфекционную больницу, она, так сказать, иносказательно подходит, потому что одна покрашенная стена, срочный ремонт двух палат, и вот это полуразрушенное практически здание вместе со шприцами, как показывал один из Александрийских блогеров. Вполне подходит. И да, кстати, о предвыборном. У нас как выборы, то сразу носят какие-то продуктовые наборы. В этом году это все как-то совпало, потому что с одной стороны выборы, а с другой стороны карантин, и нужно помогать людям. И вот вам случай. У сети супермаркетов АТБ акции, они выделили своих 100 миллионов гривен вместе с Министерством социальной политики, организовали доставку продовольственной помощи по городам практически. И вот что делают в этих самых некоторых городах, например, в Кировородской области. Соцслужащие носят пакет АТБ адресно и шепчут, мол, это вам от такого-то, такого-то депутата, это от такой-то, такой-то мэр постарался вам. А на самом деле это неправда. Если вы видите, что вам принесли пакет АТБ, то это акция АТБ, а не от Кирилла Степановича, Алексея Петровича или Андрея Ростиславовича. Будьте начеку, то знаете, какие у нас ушлые политики. Теперь о коронавирусе. Он главная новость на протяжении уже двух-трех месяцев. На Кировоградщине практически 250 случаев заболевания. Это официально. И каждый день в облгосадминистрации брифинг. Один источник информации. Монополия. Но я ему не очень верю. Потому что я вижу такой, знаете, синдром Чернобыля у власти. Сначала мы видели, что в больницах есть заболевшее воспалением легких. Причем это очень напоминает коронавирус. Но в официальной статистике мы видели ноль. А затем мы с последнего места вдруг вырвались в первую половину этой коронавирусной таблицы. Что случилось? Я думаю, что мы не все знаем. И это я называю синдромом Чернобыля. Это когда власть сначала не знает, потом знает, но молчит. Потом знает, но отрицает. Потом знает, соглашается, но говорит мало. А потом становится монополистом и дозированно дает информацию людям. Причем так, как ей нужно. А на самом деле ситуация не очень. У нас на Кировоградщине чуть ли не больше всех зараженных медиков по Украине. Если уж столько врачей больных, то это явно говорит о том, что пациентов в разы больше. Ну вот, например, Карпиминская районная больница, она на карантине, она не работает. Куда деваться больным с другими болезнями? Вопрос не в том, как подготовились медики. Они сделали все, что смогли. Вопрос к власти, медицинским чиновникам, которые как государственные служащие должны были думать тоже как-то по-государственному. Предугадать, предусмотреть. Есть яркие примеры Италии, Испании, Соединенных Штатов Америки, Китая того же. Чтобы посмотреть и не сделать ошибок. Я, например, до сих пор не понимаю, что будет, если больницы окажутся переполненными. Кто предугадал худшие варианты? Вплоть до того, как и где хранить умерших. Я не уверен, что Кировоградщина готова. Я не уверен тех цифр, которые озвучивает власть. Вот примерно в тех цифрах, которые показывают термометры при въезде в Кропивницкий. Об этом случае пишет, кстати, издание «Дозор». Оно пишет, что датчики там прыгают от 32 до 38 градусов. Когда настоящая температура водителя, который заезжает в Кропивницкий, совершенно другая. Поэтому почему этими датчиками мерят, я не понимаю. Да и останавливают, честно говоря, не всех водителей. И в глобальном, конечно же, отношении. Мне странно видеть украинский самолет «Мрия», который возит из Китая гуманитарную помощь в Польшу, во Францию. Но только не к нам, не домой. И мне странно, что власть не обеспечила кировоградских медиков заранее всем необходимым. Слава Богу, как и во время российского вторжения, есть волонтеры, есть порядочные бизнесмены. Они-то реально и помогают медикам. И по моему прогнозу, пик пандемии коронавируса для Кировоградщины еще впереди. Но есть и хорошие новости. На Кировоградщине выздоравливают от коронавируса. Как, например, Григорий Урсал, главврач клиники Святого Луки, в народе Аценус. Да и не только он. А вот это видео из Кропивницкого сделало мне начало недели. Это горела Кущевка. Вернее, мусорная свалка. В свете чернобыльских и житомирских пожаров Кропивницкий оказался на уровне. Пожар, конечно, погасили, но мне весь этот огонь, да и дым напомнили разговоры о строительстве мусороперерабатывающего завода на территории Кропивницкого или возле него. Эти разговоры идут лет 10, а то и добрых 20. Вообще в Кропивницком есть три вещи, о которых можно говорить вечно. Это мусороперерабатывающий завод, это крематорий и приют для животных. Все три необходимы. Но когда они будут построены, я не знаю. Я даже прогнозировать не берусь. Открываешь Кировоградский интернет и понимаешь, что вся политика в области это как шоу-бизнес, как светские хроники. Во-первых, там почти такие же суммы денег витают, а во-вторых, это прекрасная желтая страница жизни, например, александрийских чиновников. Ну вот, например, заголовок ресурса «Моя Александрия». Бывшая теща подарила александрийскому депутату и советнику Цапюка 2 миллиона гривен. По телевизору показывают жуликов. Ну чем я хуже? Оказывается, согласно декларации Дожджаника, а зовут советника именно так, Владимир Дожджаник, в 2018 году он получил подарок в размере 540 тысяч гривен. И в 2019 году уже полтора миллиона гривен. Причем депутат уже давно разведен, но, видимо, очень уж полюбился бывшей тещи. Всем бы такую бывшую тещу, скажете вы, но нет, только у Владимира Дожджаника такая. Мало того, она живет в Италии и постоянно дарит Владимиру ценные, дорогие подарки на миллионы гривен. Но ничего не комментирует, когда к ней обращаются журналисты. Высокие. Высокие отношения. Нормальные для духовных людей. Есть у советника пока еще мэра Александрии Цапюка и сестра, подарки от которой тоже вынужден декларировать Владимир Дожджаник. Она работает в Польше на позиции, которая предусматривает зарплату в 2000 долларов. Но в 2017 и в 2018 году она сделала подарки брату в размере 270 тысяч гривен и 530 тысяч гривен. То есть практически сестра отдала брату практически всю свою зарплату. За что? Всю информацию мы, как люди с критическим мышлением, должны поддавать сомнения. Сделаю это и я. Но представим, а может это не подарки, а может это такой способ обналичить левак? Наличные получают родственники и дарят, так сказать, адресату. Ну так, чтобы в лоб, чтобы не взятка. В общем, у советника, пока еще мэра Александрии, Владимира, все хорошо. Сестра, бывшая теща, дарит ему подарки на миллионы гривен. У меня даже есть версия, что Владимир Дожджаник когда-то не очень себя хорошо вел, и Святой Николай просто прекратил дарить ему подарки. Хотя Дожджанику никакой в таком случае Святой Николай и не нужен. Он в него не верит. Он верит в бывшую тещу и сестру. Возможно, он просто добрый человек, Владимир Дожджаник. Пришлите и вы ему денег, порадуйте его. Еще один кристально чистый и честный человек, это тоже, кстати, информация с сайта Прозора, 7 апреля на пост начальника службы автомобильных дорог Кирово-Родской области назначен Игорь Вишневский. Так вот, налоговая декларация у него чистая. Абсолютно чистая. А вдоль дороги мертвые с косами стоять и тишина. Ну ладно, только один автомобиль, как пишут, кстати, на жену, оформлен Ягуар 2016 года. То ли ничего не нажил человек, то ли раздал все людям, а то и конфисковали. В общем, подозрительно, когда человек или слишком грязный, так сказать, или слишком чистый. Так не бывает. Это неправда. В Кропивницком проверили, как придерживаются карантина в СИЗО. Оказывается, никак не придерживаются. Об этом сообщает Центральное украинское информационное агентство СИБИЯ. Казалось бы, логично, как можно проверять на карантин место, которое само похоже на карантин. А тут даже особо не дают погулять по городу. Но в Кропивницком СИЗО живут так, как будто никакого коронавируса не было и нет. Вот представители уполномоченного по правам человека приехали, чтобы посмотреть, как, например, СИЗО ходит в масках. Оказалось, там нет ни масок, ни приборов, чтобы мерить или считывать температуру. Там даже не дезинфицируют ни помещение, ни посылки. Ну, а тех, кто, так сказать, заходят с воли в хату, те тоже не проходят процесс обсервации. Такая ситуация, честно говоря, еще раз напоминает, лучше в казенное место не попадать. Но, с другой стороны, а только ли в СИЗО такая ситуация? Центр медиарасследований Прозоро на прошлой неделе рассказал удивительную историю про Поворознюка, сотрудников Минюста и взятку. История практически детективная. СБУ и областная прокуратура отчитались о задержании группы бывших и нынешних сотрудников Министерства юстиции Украины, которые вымогали деньги у Поворознюка. Вы его знаете, это известный фермер из Петрова, президент футбольного клуба «Ингулец», и многие знают его по прозвищу «Папа». Так вот, Папу решили кинуть на деньги. По версии следствия, в феврале Поворознюку позвонили и предложили поставить своего человека контролировать земельный банк Устиновского исправительного центра номер 8. Там на балансе оказывается 6 тысяч гектар. Это неплохой кусок. Конечно же, если им правильно распорядиться. Так вот, за это Поворознюк должен был заплатить 75 тысяч долларов, 20 тысяч в виде аванса, ну и 55 тысяч потом. Договорились обсудить это дело в Киеве, но с Поворознюком в столице сначала встретились люди, которые не имеют непосредственного отношения к делу. Но Поворознюк не так-то прост. В конце концов, Папа вышел на человека, который работает в Минюсте и услышал предложение о взятке ему. Поворознюк деньги приготовил, обратился в полицию и сотрудника Минюста, так сказать, поймали на горячем. Чему учит нас эта увлекательная история? Во-первых, никогда никому не давайте взятки и не берите их. А то окажетесь в Кропивницком СИЗО, а там, как известно, нет средств от коронавируса. И второе, не предлагайте дать или взять взятку Поворозняку. А то, опять-таки, окажетесь в Кропивницком СИЗО. Но и еще один поучительный момент всей этой истории. Пеницитарную службу, я так понимаю, практически деребанят в нашей стране, раз вот так вот решили отдать земли, например, Устиновской исправительной колонии. Это тут на Кировоградщине все всплыло, благодаря стойкости Поворозняка. А что же делается это по всей Украине? Это, получается, земельный деребан, только уже с законом про землю. И в конце снова о коронавирусе. В этом видео обращение Кропивницкого врача Евгения Грималюка. Он выздоровел от COVID-19 и возвращается на коронавирусный фронт. Я сдал два ПЛР-тести с интервалом в добу, которые показали, что в моем организме вирусов уже нет. И я безопасен не только для окружающих, а и для хворих, с которыми я надалее буду працювать. Сегодня я имею один день отчинка, а завтра уже буду приступать до беспосредельных своих службовых обязанностей. До вас хочу лише попросить одного. Залишаться по возможности дома и без нагальної потреби никуда не выходить. И на какие-то, что у вас есть температура або какие-то застудние явища, обратиться до семейного лекаря и быть здоровыми. На этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяется на краще. Во всяком случае, я в это верю. Будьте здоровы и будьте дома. Пока. Продолжение следует...